Ну, я уверен, что уже еще. Но Аполлон уже, так сказать, вот появляется, хотя на самом деле еще не нужно обереться. В общем, раз жители, когда еще не было Apple, когда он еще не доминировал. Вот поэтому. Но HTC начала делать свою платформу, которая разрабатывалась у нас в Юлаусе. Кстати, это был господярщик, господярщик. Компания Аполлон такая. Вот, вы видите, она, кстати, остается в этом году. Но и наиболее известный проформирую продолжения Вайлера. Ну, что-то, ну, если решится, может, и не освобожден. И, значит, отправили проект на дорогу. Действительно, здесь довольно интересная история. Меня попросили рассказать по подругам. В узкопрофессиональном сегменте, в финансовой сфере. Значит, да, конечно... Потому что на форуме вы ввели такой важный раздел, как заставить инновации работать. Так как заставить работать инновации в союзном государстве? Что нужно самое главное? Самое главное, надо просто верить в наших людей, верить в их потенциал, верить в их способности. И считать, и мы действительно смогли это доказать, о том, что по креативности, инновационности, изобретательности мы можем быть такими же успешными, как немцы, французы, англичане, американцы, японцы и другие успешные народы Земли. Вот самый главный вопрос. Так можем мы быстро заставить инновации работать? Ну, быстро, наверное, никогда не надо ни на что рассчитывать. И когда мы запускали парк высоких технологий 9 лет назад, то действительно, значит, наиболее горячие головы в нашем правительстве, они ожидали, что через 2-3 года будет уже какой-то результат. То есть здесь, в общем-то, работала сила привычки, потому что если вы, допустим, делаете завод по производству консервных банок или завод по производству бумаги, то действительно вы его строите 2 года, потом перерезаете ленточку, так сказать, и бумага начинает с этого завода выходить. С точки зрения инноваций здесь так не работает. Здесь основная задача является серьезная, скрупулезная, кропотливая работа. Кропотливая работа с молодежью, со студентами, со школьниками даже, которую мы ведем каждый год. Агитируем их становиться инженерами. Потом мы этих инженеров готовим через наши лаборатории. И на сегодняшний момент у нас действительно уже создана критическая масса, у нас действительно уже сегодня есть органический рост. Но этот органический рост действительно стал вот таким заметным примерно через 6-7 лет после того, как мы стартанули с этим проектом. Сегодня кадры из Беларуси в какую сторону все-таки едут? В сторону востока или в сторону запада? Айтишные? Да. Айтишные кадры у нас никуда не едут. Ни в сторону востока, ни в сторону запада, потому что у нас созданы нормальные условия. Поэтому, собственно говоря, создание даже парка высоких технологий основной целью как раз имело это развитие, это остановка кадров. Мы даже не столько думали о развитии, значит, как таковом, сколько о том, чтобы остановить вот эту утечку кадров, когда целыми курсами уезжали за границу. В сторону, конечно, на запад. Возвращаются вообще бывшие выпускники? И возвращаются. Но самое главное, что остановлен, так сказать, этот процесс. И сейчас у нас фактически отсутствует вообще какая бы то ни была утечка. А зачем, если он в Беларуси получается столько же, сколько он в Голландии, скажем, или в Сан-Франциско. А если он работает в Беларуси, то он ездит и в Европу, и в Азию с клиентами. Мы находим в моей генетической памяти остатки оси. Микробы во мне оставили свой след. Вот в той эволюции 3,6 миллиарда лет. А что теперь будет, когда это ушло? Как я буду дальше развиваться как человек? Я остановлюсь в развитии? Я уйду в ширину? Или я вообще отклонюсь от своего вектора развития? Самое главное – мировые тренды, когнитивные науки и технологии. Все хорошо, этим надо заниматься. Но обратите внимание, кто занимается в Соединенных Штатах? Агентство передовых оборонных исследований. Да, у них в руках все это находится. Везде так было, всю историю человечества. Сначала делали для войны, а потом как издержки. Откуда у нас появились суперкомпьютеры? Очень просто. Когда запретили испытывать биологическое оружие, ядерное оружие, нужно было рассчитать эту зиму чертовую, атомную, ядерную. И создали эти компьютеры. Вы главный аналитик, некоммерческое партнерство ГЛОНАСС. Вот что это такое? Для начала это объясните. Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС – это, на самом деле, механизм, созданный государством, с помощью государства для того, чтобы решить очень многие проблемы развития российского навигационного рынка. Потому что государство понимает, что, в принципе, если оно возьмет на себя только эти функции, это будет не совсем правильно. Потому что, в первую очередь, созданием условий для того, чтобы рынок успешно развивался, должны заниматься, в первую очередь, те, кто этот рынок, собственно, и развивает. То есть сам бизнес. – Подождите, бизнес. Но ведь дело все в том, что ГЛОНАСС – это не только бизнес, но и ракеты-калибр, которые должны с высокой точностью стартовать из Каспийского моря. Я не ошибся? – Это правильно, да. Но некоммерческое партнерство ГЛОНАСС занимает, в первую очередь, развитие гражданских технологий ГЛОНАСС. Военные технологии ГЛОНАСС – это прерогативы государства, Министерства обороны и других специализированных организаций. Как мы знаем, как мы видим, они свои задачи решают. Но возможности ГЛОНАСС – они шире. Они касаются не только военных сфер, откуда, собственно, все спутники навигации вышли, но сейчас это массовая технология, которая применяется миллиардами людей по всему миру. И, на самом деле, она может не только применяться для того, чтобы определить того, где я нахожусь на карте, а решение очень серьезных задач – повышение эффективности, решение задач безопасности. То есть это очень большой рынок, инновационный рынок, где много сервисов, много участников. Государство решило для того, чтобы использовать эти технологии широко в российской экономике, в интересах потребителей, в интересах экономики самых различных отраслей. Нужно не просто самому этим заниматься государству, а привлечь к этому тот бизнес, который будет, собственно, все развивать. Вот из этой идеи, понятной идеи, на самом деле, которые, к сожалению, на мой взгляд, только в этой навигационной сфере реализованы. Государство пошло на то, чтобы создать, ну, как бы, подсказать бизнесу создать такое некоммерческое партнерство, где объединились все основные игроки, которые занимаются развитием и используемым навигационных технологий. Это все наши операторы связи мобильные – МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком, это компания Яндекс, которая занимается навигационными сервисами, там, на смартфоне, на наших компьютерах. Это другие навигационные компании. Там есть государственные компании, где-то есть чистый бизнес. То есть они могут в своем кругу, да, в рамках некоммерческого партнерства обсудить любые проблемы развития между собой, согласовать. Кроме того, государство некоммерческое партнерство присвоило определенный статус федерального стимула оператора. Этот статус дам постановлению правительства и, на самом деле, подразумевает, ну, как бы, по факту, что это некоммерческое партнерство является основным партнером и экспертом государства в развитии тех технологий. То есть, с одной стороны, бизнес может в рамках некоммерческого партнерства договориться между собой о развитии технологий, а с другой стороны, потом это уже как бы согласованное компромиссное мнение уже обсудить с государством, предложить государству те или иные проекты законодательных актов или актов технического регулирования. На мой взгляд, с помощью этого механизма во многом мы и смогли за последние 5-6 лет существенно изменить сферу внедрения на авиационные технологии в Россию. На самом деле, по целому ряду направлений, в первую очередь, используя инновационные технологии в интересах задач автомобильного транспорта, мы обогнали весь мир. И свидетельством это является создание первой в мире. Россия создала систему эроглонаса, в которой спутник навигации целенаправленно используется для того, чтобы спасать людей, попавших в автомобильные аварии. Это все стало возможным именно благодаря тому, что государство смогло объединить свои усилия, свою систему глонаса, которая служит российскому государству, и усилия бизнеса, который хочет развивать эти технологии. Электронная компания в области на сегодняшний момент является действительно очень-очень серьезным. Или там, допустим, World of Tanks тоже является продуктом, который свыше 100 миллионов человек пользуется. Расскажите, пожалуйста, вот сегодняшние бренды на рынке союзного государства, на рынке евразийского пространства. Насколько они сегодня самодостаточны и успешны? Какова их перспектива вообще на мировом рынке? Ну, если, давайте начнем просто с последнего, с перспектив. Здесь следует понимать, что перспективы на мировом рынке на данном этапе достаточно скромные. Связано это с достаточно серьезной конкуренцией на мировой рынке, потому что конкурентов никто, соответственно, пускать не будет. На мировом рынке уже выработана достаточно мощная система протекционизма собственных производителей, каких-то заградительных мер. Когда российские и евразийские бренды выходят на международный рынок, они сталкиваются и с колоссальным имиджевым давлением, потому что на западные бренды, на транснациональные бренды работает мощнейшая и очень хорошо отлаженная система медийного, экспертного, потребительского обеспечения. Поэтому я оценил бы выход евразийских брендов на мировой рынок достаточно очень скромно. Но при этом евразийский рынок следует рассматривать как чрезвычайно перспективное направление. Почему? Во-первых, многие евразийские бренды не появились из ниоткуда, они имеют какую-то свою предысторию, они имеют очень достаточно положительное восприятие обществами евразийских стран как своих брендов, как культурно, ментально и даже географически каких-то близких понятий, близких знаков, близких символов и близких товаров. Поэтому здесь изначально на евразийском пространстве евразийские бренды сталкиваются с достаточно комфортными условиями в плане своего продвижения, в плане какого-то своего развития. На мировом рынке, причем под мировым рынком можно понимать и западный рынок, и рынок восточный, таких комфортных, менталитетных условий у евразийских брендов объективно нет. Поэтому, естественно, развитие в рынках, которые не только являются положительной почвой с точки зрения материальных активов, но и имеют в себе перспективу развиваться в материальном секторе, в плане логистики, в плане доступа на рынок, потому что попасть на европейский рынок это достаточно сложно. Все-таки в рамках Евразийского союза есть больше шансов договориться. Несмотря на то, что все присутствующие евразийские бренды являются конкурентами. И конкурентами не только международным брендам, но и конкурентами между собой. Казахские бренды, белорусские бренды, российские бренды могут занимать какие-то ниши. Но в рамках Евразийского союза гораздо проще по каким-то моментам, по каким-то аспектам договориться. Или даже если какие-то поглощения объективные в рамках рыночных процессов произойдут, они будут не такими негативными. Потому что поглощение национальных производителей и транснациональными корпорациями, и западными брендами, как это, кстати, очень себя проявило в Восточной Европе, носят достаточно очень негативный характер выжженной земли.